Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Иуд Ольмерт, бывший премьер-министр, бывший мэр города Иерусалима и так далее, был осужден на 6 лет тюрьмы. В результате, вот сейчас он получает полтора года тюрьмы, ему скосили, там четыре с половиной года получается, потому что считается, что он взял не 500 тысяч шекелей, а 60 тысяч. И вот он заявил в конце, это я немножко так, конечно, утрирую, но там доказали, что вот он не брал какие-то взятки, и вот он в конце говорит так, с моего сердца упал тяжелый камень. Вопрос мой такой, на самом деле, ну какая разница, взял 500 или взял 60? Это на самом деле не имеет значения. Не имеет? Нет. Дин Прутаки Дин Мэа украл копейку или миллион, это одно и то же. Это считается воровством, и ты обязан за это ответить. Дело в том, что проблема наша в том, что наша Фемида, она действительно с завязанными глазами, она не хочет смотреть на людей, которые занимали важные посты, и к ним она относится почему-то не как преступникам, а как нашалившим младенцам. Шлепок. Да. Если судебная система построена на том, чтобы наказывать, чтобы другим неповадно было, то надо делать это по-другому. Наоборот, дайте ему двойное наказание за то, что он находился на такой должности. Он подорвал при этом позицию власти. Отношение народа к власти. Он должен за это ответить. Должно быть общественное порицание. Скажите, пожалуйста, с точки зрения Каббеллы, вот такое даже идеальное состояние руководителя и судьи, например, вот что это? Вот немножко хоть дайте понять это. Вот кто может стать руководителем, и кто может стать судьей? И судья, и руководитель должны быть абсолютно чистые люди. Их нет таких людей. Но, по крайней мере, вокруг них должна быть такая система, такое влияние на них окружающего общества, которое бы точно делало бы их действия чистыми, а воровство невозможным. Это все зависит от окружения, которое должно держать таких людей в правильном состоянии. А там все окружение, оно наоборот. Все покупается, все продается, все предается. И поэтому, естественно, получается. И так во всех правительствах, не только у нас. То есть говорить о том, что происходит в мире, это просто... А я вот хотел все-таки еще спросить, допустим, о древней иудее, о вот этом состоянии, что такое судья, и что такое, например... Ну, согласно нашей установке, с точки зрения религии, то судья – это на высшую должность. Это абсолютно неподкупный человек, который руководствуется только высшими истинными критериями. Член правительства. Он руководствуется только лишь благом народа. И принимаемые их решения, они должны проверяться и одобряться всеми. Есть такие решения, которые должны одобряться единогласно, всеми противоположными, так сказать, мнениями и течениями. То есть это... Это серьезное дело, конечно. То, что в том состоянии, в котором сегодня находится государство и народ, такого быть не может. Нам надо очень срочно все переделывать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.